сейчас будет дикая рубка флага и александр бортник приветствуем сашу да проиграл проигрался перед неплохо играл а при этом александра бортника нашего друга александр также один из самых сильных стримеров мире по крайней мере русскоязычных точно не только так давайте h3 ручка наверное куни 4 где-то можно получить ну ладно можно побить побьете так саша думает явно куни 4 считает кони 4d5 разгрузка ну ничего страшно там куни 5 хотя бы так давайте куни 5 не значим это закончится так все три как-то ферзи f3 манах rd4 3 давайте так у них 6 идея пешку не отдаю или на большая сутся 3 слоя 3 хочу прогнать на славу 4 был конечно разумных вот но там на по 2 пешка весело нужно ли мне в сердце чем d5 на большая служба отцепляясь к пешке только раздела коня в 6 поэтому я должен был что-то делать я ушел просто так слони 3 ферзи 6 до ферзи 6 хорошая позиция очень для ферзя вообще хорошая позиция для ферзя ферзи 6 хочу конь же 3 хороший ход нож конечно странных вот с учетом того что конь стоял на и 4 неплохо но ферзи 6 там очень просто классно позиции на ферзи а здесь я не даю как бы так у них 5 есть вот интересный окунь h5 так может с вами 3 конь h5 король h8 конь f5 ладей 8 наверно так давайте вот я едем пока на можете можно было поменяться конечно же будут на следующем ходу играть беру ладюши посланных 8 выход не хочу ферзи 3 где я делал сыграл чтобы где-то и 6 иметь ход до 5 например и 6 так александр очень долго думает это хорошо сюда но тут ферзи 3 это мне выгодно тут же 7 как-никак проседает так служи 5 можно сыграть а я оба все-таки слон и 8 чет про кони в 4 забыл ход конечно там пешка висит у меня пешку жалко чутка так где е4 исход до словно спешим грамотнее было не знаю зачем я пошел так вот на сюда вначале воде по четвертому ряду хочу слон же 5 там как-то атаковать атаковать александра чтобы на ферзи 2 владеетен сразу полезно подвести мне кажется мощно может быть получится так и я конечно панели пропал делаю ставочку на атаку если атака не пройдет то вы будет печально есть хороший шанс мне кажется что пройдет так сюда если c3 ферзя в защиту включим на всякий случай ой я поле d3 точно точно объемы зачем на поле поле отдал ладно так сыграем на поле d3 почему-то отдал так 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 если кажется рискует саша коневший мостов шагу ход так 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 6 не проходит на времени так вот я 4 давайте просто сбил я будем от оставить тут так искать маты искать маты там с пунктом h7 у него очень-очень печаль на 6 конев 6 явно нужно заматывать так сюда так можно было бы 5 бы 4 просто пальцем сакхи у меня но одно если он уберет коня то ладишь всем с матом так так 30 секунд ой ёшкин ты кошкин ёшкин ты кошкин что и зевнул сейчас будет дикая рубка флага да да ё-моё ну как тоже так ну ё-моё ну да ну здесь саша наверно скорость свою покажет ой друзья ну как же так сегодня пока рвём всех 7 сезон турнира для стримеров короли арены проходит на сайте ческом 12 мая по 4 августа турниры состоят из двухчасовой арены которые стартует каждую среду начиная с 20.00 по московскому времени затем после двухчасовой арены 16 лучших стримеров выходит в нокаут нокаут стартует через пять минут после арены и трансляция нокаута ведется на каналах ческом.ру матчи в нокауте кроме финального состоят из трех партий в финале игроки играют пять партий в течение сезона за выступления в турнирах шахматисты получают следующие очки чтобы сыграть в финальной чемпионской арене в течение сезона надо набрать 100 очков призовой фонд седьмого сезона королей арены 40 тысяч долларов каждую неделю разыгрываются две с половиной тысячи долларов а на чемпионской неделе призовые будут составлять 10 тысяч долларов участвуйте в турнире короли арены и следите за ходом борьбы на каналах ческом.ру